Всем привет дорогие друзья! Продолжаем изучать программу CorelDot 2020 и в сегодняшнем уроке я расскажу как пользоваться инструментами тень, прозрачность и контур. Об этом меня попросили в комментариях. Конечно, странно, что я до этого не записала это видео, оно должно было быть в первой десятке. Значит, смотрите, инструмент тень, контур находится вот здесь, а инструмент прозрачность находится здесь. Давайте для начала создадим два прямоугольника и сделаем их вот такого цвета без абреса. Ну и такого, например, тоже без абреса. А лучше для этого цвета. И будем кладывать вот с этим. Выбираем его. Начнем с инструмента тень. Нажимаем на кнопочку. Что мы видим? Во-первых, у нас вот здесь появилось такое вот окошко для настройки тени. Не окошко, а панель инструментов. Нажимаем левую клавишу мышки на квадратике и видим, как у нас появляется вот такой контур. Это контур будущей тени. Как мы его поставим, так ляжет тень. Давайте, например, поставим его вот так. Здесь у нас появляется такой ползунок, который можно регулировать. Плотнее тень будет или более прозрачный. Также, если мы нажмем вот так. Нет, здесь не получится настроить. Он показывает, в общем, вот этот квадратик показывает цвет тени. Цвет тени можно настроить в панели. Мы можем выбрать абсолютно любой цвет тени. И ничем он не будет отличаться по настройкам от черный. Также давайте сделаем немножко поярче, чтобы было видно, как мы ее настраиваем. Следующее окошко режим слияния или режим наложения. Мы можем выбирать. Это очень похоже, как режим наложения в фотошопе. Поставим обычный. Этот ползунок, так же, как и вот этот, показывает нам прозрачность тени. Следующий ползунок это размытость. Чем больше она, тем, видите, больше тень. Но она становится более размытой. Если мы ее сделаем совсем маленькой, видите, она прям будет как второй квадратик. Следующий инструмент направление размытия. Мы можем выбрать середины, снаружи. Сейчас вот видите, стоит перышко размытия по гауссу. Как и в фотошопе. Внутри она будет или снаружи. Все это можно выбрать. Здесь у нас дальше настройки угол тени. Но угол мы поставили, когда перетягивали в самом начале конту. Видите? Также мы можем снова схватиться за стрелочку и поставить нам так, как нужно тень. Если она не нужна, мы ее просто удаляем. Следующий инструмент контур. Мы выбрали наш квадратик и хотим наложить на него контур. Значит, первое, что нужно знать, это какой контур у нас будет. К центру, внутренний контур или контур Абриса. То есть снаружи. Здесь у нас ступенчатость контура. Чем меньше мы ее ставим, тем меньше контур. То есть, видите, здесь будет он просто черный. Давайте еще раз попробуем так. Видите, он внутри появился. К центру. Прямо вовнутрь, как будто бы вглубь уходит тоннель. Но я в основном пользуюсь обычным контуром. В одну, в один шаг. Дальше, здесь у нас толщина. Углы контура можем выбрать скругленные, скошенные, либо острые. Тут у нас цвет контура. Также, вот видите, если мы за треугольничек будем двигать, он у нас будет расширяться. И здесь значение тоже меняется, когда мы его расширяем. Здесь мы можем выбрать цвет Абриса. Но у нас сейчас нет Абриса на контуре. Контур идет как заливка. Например, вот красный мы выбираем. И последнее. Ускорение объекта и цвета. Понятия не имею, что это, если честно. Но думаю, что это... Да, это если мы ставим несколько ступенек, то цвет как бы перетекает более быстро. Поставим снова одну ступеньку. Также контур можно удалить. Но, что же делать, если нам, например, Абрисом нам неудобно пользуются по какой-то причине? Мы выбрали контур. И нам нужно его отделить от основного объекта. Для этого мы выбираем вот этот самый первый инструмент. Стрелочку. Правой кнопкой мыши щелкаем на контуре и у нас будет разъединить контур. Теперь контур и объект. Это два разных объекта. Мы можем его убрать и мы увидим, что, видите, контур у нас создается как подложка просто. Это очень удобно, особенно если мы делаем, например, какой-то логотип или шеврон, например. И чтобы у нас был не как Абрис просто с краю, а именно как подложка и что-то по краю выделялось. Самое лучшее использовать контур инструмент. Также мы можем легко, например, выделить контур и объект. Нажать задний минус передний и у нас останется только контур. И он у нас уже в кривых, не масштабируется, ничего, все как надо. Так, следующий инструмент прозрачность. Тут тоже все достаточно просто. Возьмем вот этот наш второй квадратик и наложим его вот так вот сверху. И сделаем его белым, например. Чтобы было видно, давайте добавим дохик Абрис. Выбираем инструмент прозрачность. И давайте попробуем с ним поиграться. Во-первых, здесь у нас однородная прозрачность. Мы можем выстраивать, какая она у нас будет. Слишком прозрачная, не слишком прозрачная. Также наложения различные. Следующий инструмент, ну точнее свойство, это фонтанная прозрачность. То есть мы можем сделать ее градиентом. И вот с помощью вот этих стрелочек мы можем двигать, откуда у нас пойдет наш градиент. Будет ли он совсем чуть-чуть затрагивать второй объект или наоборот. Если мы, например, сделаем вот так. У нас, видите, край уже не видно. А подвинув стрелочку, вот, будет у нас идти вот так градиент. Так же мы можем угол изменять. Делать прозрачность либо линейную, как у нас сейчас. Либо вот есть прозрачность элифсом, угловая и крестообразная. В общем, все как с заливкой. Только это прозрачность. Следующая прозрачность полноцветного узора. Вот, кстати, это наш с прошлого урока фон тут подкрепился. Прикрепился. Вот так, как он идет фоном. Сейчас не могу показать. Но он... А, ну вот, можно заметить, насколько он прозрачный. Если вы посмотрите, здесь вот у нас идет контур красный. А сам синий квадратик. И также у нас вот этот узор таким же становится. Ну, здесь тоже самое. Только с текстурой. Различные узоры. Все как с заливкой. У нас был урок по заливке. Здесь то же самое, только с прозрачностью. Удалим прямой угольничек. Ну, в принципе, с этими инструментами мы разобрались тремя. Переходите к следующему уроку. Пишите комментарии. Если что-то непонятно, всем отвечу. И также можете свои темы присылать для урока, который вы бы хотели увидеть. Что вам непонятно может быть. Я запишу на эту тему видео. Всем спасибо. Всем пока. Друзья, если мои ролики для вас полезны, пожалуйста, не жалейте лайков. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Это помогает мне понять, что мои видео полезны, их смотрят и по ним учатся. Соответственно, и я записываю видео больше, делаю их интереснее, выкладываю чаще. Обратная связь всегда мотивирует. А если вы сделаете репост моих видео в ВКонтакте, в Фейсбуке или в любых других социальных сетях, я буду вам безмерно благодарна. Кстати, я есть еще и в Инстаграм. Ссылку на аккаунт вы можете найти под любым видео или в описании к профилю. Пишите мне, задавайте вопросы. Я всегда буду рада. Пока. До новых встреч в новых видео. Там сзади еще паломники идут. Что там больше нужно? Что-то идет. Давай. Друзья, если мои ролики для вас полезны, пожалуйста, не жмите лайк. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Это помогает мне. Всегда звук. Давай. Камера. Мотор. Фас. Друзья, если мои ролики для вас полезны, не жмите лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. Да Саша! Не смотри! До новых встреч в новых видео. До новых встреч!